Больше суток в жару эти дома оставались без электричества. Не работали холодильники, кондиционеры и не было горячей воды, так как в этих домах стоят котлы. Некоторые жители на это время уехали к родным и знакомым в другие районы. Те же, кому просто некуда, подняли тревогу. Сначала звонили в Кубанинерго, но оказалось, что за эти сети компания не отвечает. Это долго все происходило, потому что не могли понять, откуда это. Кто за это отвечает, кто это должен делать, было как-то непонятно. Застройщик 123-3 виноградный, он лично звонил и решал этот вопрос. Я понимаю, что ему, наверное, звонили люди. И он лично, я знаю, что не спал сутки и решал этот вопрос. С Кубанинерго они не могли понять, кто за это отвечает. Эти энергообъекты действительно не находятся в зоне ответственности сочинских электросетей. Ответственность за их эксплуатацию и ремонт полностью несет собственник Александр Акопов. Специалисты Кубанинерго все-таки помогли застройщику определить место повреждения кабеля, но организовать ремонт своими силами Акопов не смог. Кабель находится под несколькими слоями бетона. К делу подключилась городская администрация. В итоге все работы выполнили специалисты электросетей. Свет в домах появился в субботу вечером. Убытки на ремонт кабеля будут взыскиваться застройщика через суд. О проблеме частных линий говорил сегодня и глава города на планерном совещании. Анатолий Пахомов отметил, что эти вопросы под свой контроль должны взять специалисты Кубанинерго, поскольку они подают электричество в дома. «Нужно иметь полностью проинвентаризированные сети, выявить те сети, которые не являются без хозяина, либо с хозяином, но не у Кубанинера. Вы включили кабель, если он негодный, почему он все-таки судом, не судом? Но свет-то вы подаете. И если подаете по не тому кабелю, который у вас не стоит на балансе, нажбить тревогу, они не бьют. Это же безобразие». Такая же ситуация и в отношении сетей водопровода. Анатолий Пахомов на днях проведет совещание с участием всех специалистов, ответственных за эти вопросы. Еще один вопрос, который должен быть решен – ямочный ремонт дорог во всех районах. Дорожникам на завершение всех работ дано 10 дней. А что вопросов не вызывает, так это организация летнего досуга детей. В Сочи работают 147 площадок нашего двора и 43 профильных лагеря. Проводятся туристические походы и экскурсии. А с 14 июня будет организовано и купание в море. Уже сейчас в летней занятости задействовано почти 5000 юных сочинцев. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.